Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. За последние три года мы, конечно же, все столкнулись с вызовами, с которыми раньше не работали. В Подмосковье прошел третий всероссийский форум «Мой бизнес». Основная задача, которую мы с вами принимали, она ставится перед всеми депутатами и членами фракции. Это мероприятие в рамках СВО. Какие еще вопросы были в повестке дня, узнаем в сюжете Луизы и Геазарян. Мне тут сильно понравилось. Я еще бы хотел побывать здесь. Сотрудники предприятия «Звезда» провели экскурсию для детей из семей мобилизованных люберчан. Будет очень большой округлый фестиваль для всех олимпийских видов спорта. Во дворце спорта состоялись всероссийские соревнования среди студентов по тэквондо ВТФ. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались перед главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в сюжете моих коллег. За прошедшую неделю в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 2500 обращений граждан. По ним возбуждено 35 уголовных дел, 27 раскрыто по горячим следам. Как и прежде в списке преступлений, совершенных за отчетный период, дистанционное мошенничество. Наши жители продолжают нас не слышать, не слышат наши СМИ, не слышат наше телевидение, радио, где губернаторы, где идут обращения о том, что никакие силовики, ни ФСБ, ни МВД, ни следственный комитет не могут вам позвонить и сказать, что у вас счет заблокировано или еще что-то. За неделю на территории городского округа Люберцы произошел один пожар. Никто не пострадал. С 1 апреля на территории Московской области начался пожароопасный период. Он продлится до 15 октября. В числе случаев возгорания сухой травянистой растительности на данных площадях за прошедшую неделю на территории произошло 17 возгораний в травы. Убедительная просьба к собственникам земель обратить особое внимание на данную проблему, произвести опашку и окос своих участков. В Люберцах стартовал месячник чистоты и благоустройства. Коммунальные службы приводят в порядок территорию городского округа. Каждую субботу к ним подключаются трудовые коллективы и жители. Коммунальные службы наводят порядок как на дорогах, тротуарах, общественных территориях, так и на игровых и спортивных площадках. Также производится уборка мемориальных комплексов и памятников. К уборке территорий подключились также дорожные службы и транспортные компании. Они большую работу проводят в парках городского округа, приводят в порядок береговые линии, места отдыха у воды, ремонтируют малые архитектурные формы и спиливают аварийные деревья. Кульминацией марафона чистоты станет Общеобластной субботник. Он состоится 22 апреля. Луиз Айгия, Сарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. В администрации округа прошло расширенное заседание фракции «Единая Россия» и местного политического совета. На встрече подвели итоги работы за первый квартал 2023 года, а также наметили планы на ближайший период. Подробности далее. Один из вопросов повестки дня – подведение итогов работы на платформе «Избиратель-депутат». Это ресурс, с помощью которого отслеживается активность каждого народного избранника. За первый квартал этого года фракция местного отделения партии вошла в тройку лидеров по нескольким направлениям. Основная задача, которую мы сами принимали, она ставится перед всеми депутатами и членами фракции. Это мероприятие в рамках СВО. Сюда входят и встречи с всеми мобилизованными, и с военнослужащими, посещение пунктов приема гуманитарной помощи. Непосредственно сама помощь. И на президиуме наша фракция была в лидерах по данному направлению. Отчеты перед избирателями за 2022 год пройдут с 15 июня по 16 июля. В этот период депутаты будут встречаться с трудовыми коллективами и жителями городского округа. На заседании обсудили ряд организационных вопросов. В частности, предложили разделить работу комиссии, которая занимается социальными вопросами, на два блока. Одна комиссия, которая занималась социальными вопросами дела ветеранов, культуры, образования, делам общественных организаций. Это все касается религии, межнациональных отношений и так далее. Одна комиссия. Второй блок комиссии – это комиссия по делам молодежи, здравоохранения и спорт. На встрече также определили дату 28-й конференции местного отделения партии. Она состоится 23 мая в зале картины галереи. На собрании определяют делегатов, которые примут участие в региональной конференции «Единой России». Также на прошлой неделе состоялось заседание Совета депутатов. Народные избранники рассмотрели имущественные вопросы, а также ознакомились с деятельностью различных структур администрации муниципалитета. С подробностями Луиза и Геазарян. На очередной встрече присутствует 27 депутатов. Заседание считается правомочным. В повестке 11 вопросов. Среди них отчет о деятельности контрольно-счетной палаты за прошлый год и назначение публичных слушаний по проекту изменений в устав городского округа Люберцы. Закрепляется возможность проведения заседаний Совета депутатов в дистанционной форме с использованием средств видеоконференции. Расширяется перечень оснований, связанных с досрочным прекращением полномочий депутатов. В случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Совета депутатов в течение 6 месяцев подряд. Предлагается публичное слушание провести 16 мая 2023 года в 15.00 в режиме трансляции на официальном сайте администрации города Люберцы в сеть интернет. Народным избранникам рассказали об организации мероприятий в рамках 400-летия Люберец. Основные дни празднования состоятся 1 и 2 сентября. Но уже сейчас в округе проходит масштабная подготовка к юбилею. Создан оргкомитет и запущен специальный информационный портал. Любой юбилей города связан в том числе и с развитием социальной сферы, социальных объектов. Поэтому в этом году планируется сдача двух объектов. Это поликлиник на 600 посещений, смену микрорайона Зенина. И детская поликлиника на улице Третья Почтовая на 100 посещений. До 1 сентября сдается новая школа на улице Урицкого на 825 мест. И детские сады в поселке Томилино, на улице Третья Почтовая, микрорайон Зенина, на улице Бесений. Депутаты рассмотрели ряд имущественных вопросов. В частности, утвердили положение о передаче объекта, который находится в собственности округа, в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. В Подмосковье прошел третий Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Организатор мероприятия Минэкономразвития Российской Федерации в партнерстве с правительством Московской области и ПАО «Промсвязьбанк». На площадке проведения форума работал наш корреспондент. Представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, общественных и коммерческих организаций, а также крупнейших банков страны. Двухдневный форум собрал на одной площадке более 400 человек из 85 регионов. Это уже третья встреча, объединяющая российские организации инфраструктуры поддержки предпринимательства. За последние три года мы, конечно же, все столкнулись с вызовами, с которыми раньше не работали. Это и распространение коронавирусной инфекции, что уже кажется нам ментально в прошлом. Это эпидемиологические ограничения, санкции. В прошлом году это проблемы логистических цепочек, вообще перенастройка экспорта. И тем не менее, мы видим поступательное развитие, поступательный рост и числа занятых в малом и среднем предпринимательстве, с учетом наемных работников, их уже почти 22 миллиона человек. Это без учета самозанятых. Число самозанятых выросло в 4,5 раза и уже составляет более 6 миллионов человек. Эти цифры – результат целого комплекса мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. Ключевую роль в развитии отрасли экономики сыграли центры «Мой бизнес», которые открываются по всей стране в рамках нацпроекта, инициированного президентом России. Изначально национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства был рассчитан на 5 лет. Он стартовал в 2019-м и уже в следующем году завершается срок его реализации. Одна из главных целей этого форума – определить дальнейшие шаги и выработать новые векторы поддержки бизнеса после нацпроекта. Центры «Мой бизнес» открыты в 84 субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день по всей стране работает более 400 офисов. Представители различных регионов поделились опытом с коллегами и презентовали свои проекты. Такие встречи дают нам создать такую модель работы центров «Мой бизнес», что предприниматели, обратившись к нам во фронт-офис в абсолютно любом регионе, чувствуют себя абсолютно одинаково. То есть это единые стандарты оказания услуг и высокая планка качества предоставляемых услуг для бизнеса. В Подмосковье информационную и консультационную поддержку предпринимателям отныне будут оказывать и региональный филиал «Ранхикс» совместно с Агентством инвестиционного развития Московской области. Представители сторон в торжественной обстановке подписали соглашение о сотрудничестве. У нас здесь свой стартап-площадка, где действительно наши студенты делают первоклассные проекты. И мы благодарны Министерству инвестиций, промышленности и науки Московской области, потому что они видели эти проекты и вот они проявили инициативу, что вот эти проекты нашли свое применение. Когда мы говорили о подписании соглашения с «Ранхикс», мы понимаем, что этот институт внесет в наше обучение много нового, положительного. И наши предприниматели и мы от этого только выиграем. В течение двух дней участники Всероссийского форума посетили несколько панельных сессий. На дискуссионных площадках обсуждали самые актуальные вопросы. От эффективности господдержки и запуска образовательных проектов до борьбы с выгоранием и развитием лидерских качеств. Отдельной темой стал женский бизнес. Спикеры и слушатели озвучили свои предложения по перезапуску программы «Мама-предприниматель». В Люберцах провели образовательный форум «Школа грамотного потребителя». Участниками стали представители власти, руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, жители округа. Какие вопросы обсудили, узнали мои коллеги. «Школа грамотного потребителя» – партийный проект «Единая Россия», который реализуется в регионе с 2014 года. Его основная задача – помочь жителям найти ответы на вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и научить правильно взаимодействовать с управляющими компаниями. Форум инициировали люберецкие депутаты. «Мы, как депутаты, должны в первую очередь слышать людей, общаться с ними в режиме диалога. Поэтому мы организуем такие мероприятия, которые позволяют задать вопрос жителям в сторону администрации. Администрация, соответственно, какой-то ответ на этот, дать какой-то комментарий для того, чтобы жители всегда были в курсе всех обновлений, которые происходят в городском округе Люберц, обновлений в нормативно-правовой базе, на обмен-правовых актах». Жителям рассказали, как снизить расходы на общедомовые нужды, напомнили правила корректировки платы за отопление, рассказали о важности установки сигнализаторов контроля за газованности в квартирах. По итогам работы форума есть результаты. «Мы видим с каждым годом всё больше и больше грамотных собственников. Видим, что мы научили разбираться граждан в правах и в обязанностях. Прежде всего мы снизили объём жалоб граждан на управляющие организации. Жители знают, что им можно не обязательно писать сразу жалобу там губернатору или ещё куда-то. Можно сначала обратиться в свою управляющую компанию. Если ты свои права знаешь, то ты знаешь, что от этой управляющей компании можно требовать и просить, и, соответственно, меньше возникает каких-то сложных вопросов, и всё быстро решается». Образовательные форумы школы грамотного потребителя будут проводить регулярно. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе прошёл фестиваль профессий «Путь навыков». Представители средних образовательных учреждений Московской области провели две потенциальных абитуриентов в мастер-классы и пригласили стать частью их команды после окончания школы. На месте работал наш корреспондент. От повара и парикмахера до разработчика летательных аппаратов на одной площадке можно подробно ознакомиться с совершенно разными направлениями, как творческими, так и техническими. Фестиваль «Путь навыков» даёт возможность примерить на себя несколько профессий и выбрать среди них ту самую, одну. «Здесь проходит первый в Люберцах фестиваль профессий «Путь навыков». Он вообще, в принципе, начался с прошлого года, с конца прошлого года, 22-го. Он проводится во всех муниципальных городах Московской области, муниципалитетах. В этом году это, наверное, уже 13-й по счёту фестиваль». Своей компетенцией представили семь учебных заведений из ближайших округов. От самих Люберец участниками стали студенты и преподаватели техникума имени Гагарина. Они провели пять мастер-классов. Среди них эксплуатация беспилотных летательных аппаратов и обслуживание авиационной техники. «Конечно, ребята очень заинтересованы. Им дают возможность даже полетать здесь. Заинтересованные на нашем стенде на обслуживании авиационной техники, они пробуют себя в виде контролёра, проводят неразрушающий контроль, пробуют поставить заплатку на авиационное судно, на макете, естественно, в фюзеляже». Ещё один мастер-класс от Люберецкого техникума по ландшафтному дизайну. Студенты учат школьников делать бутоньерки и знакомят их с работой флориста. «Для изготовления бутоньерки нам понадобится небольшое количество цветов. И за основу берутся цветы крупного размера. Я возьму розу, после чего добавляется зелень. Я расположу её сзади, как бы подбивая цветок». Всего на фестивале профессий продемонстрировали 15 направлений. Мероприятие посетили более 600 школьников со всего городского округа. Это ученики восьмых и девятых классов, которым совсем скоро предстоит сделать важный выбор своего будущего. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Муниципальный конкурс парикмахерского искусства и визажа «Весенний вернисаж» провели в картинной галерее. Это уже 15-е по счёту мероприятие, которое ежегодно проводит управление образованием и Центр социальной трудовой адаптации и профориентации. На награждение участников побывали мои коллеги. Зал картинной галереи словно салон красоты. В это сложно поверить, но изысканные образы создали не профессиональные стилисты, а школьники. Модель Екатерины Сафоненковой почти готова к выходу на подиум. На макияж и прическу юному визажисту понадобилось около часа. В начале года мы с подругой решили пойти и поучиться визажу. Нам потому что это стало интересно. И сейчас, когда объявили конкурс, конечно, было немного страшно и волнительно. Но мы справились. Сейчас будем ждать результатов и надеяться на лучшее. Конкурс проходил в четырёх номинациях. Фантазийная прическа, модный женский мужской образ, вечерняя прическа и креативный макияж. В каждой определили лауреатов и победителей. Лилиана Семёнова завоевала на конкурсе два первых места. Фантазийная прическа – это то, что сейчас на мне представлено. Я очень долго работала над этой работой. Были слёзы, было всё. Второй кубок за фулл-фэшн-лук, модный образ, где мне помогла моя модель Анастасия. Всего в конкурсе приняли участие более 50 воспитанниц Центра социальной и трудовой адаптации и профориентации. В работах члены жюри оценивали прежде всего креативность, аккуратность и творческий подход. Работы все замечательные, работы очень разные. Критериев достаточно много и, конечно, очень-очень сложно выбрать. Но мы старались, у нас получилось. Весенний вернисаж прошёл в Люберцах уже в 15-й раз. Главная цель этого проекта – популяризировать профессии парикмахера, стилиста и визажиста и подготовить настоящих мастеров индустрии красоты. Луиза Эгия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 12 апреля – значимая дата для всего мира. В этот день, 62 года назад, человечеству была проложена дорога в космос. А имя лётчика-космонавта, который совершил первый полёт к звёздам, узнали во всех уголках земного шара. В Люберцах этот праздничный день никогда не проходит без тематических мероприятий. Наша съемочная группа побывала на главной локации, связанной с именем Юрия Алексеевича Гагарина. Учебный корпус Люберецкого техникума имени Гагарина – сегодня особое место притяжения. Студенты и преподаватели принимают поздравления и гостей. День космонавтики – одна из самых значимых дат для учебного заведения. Мы лучшие в космосе, остаёмся до сих пор. И вот этот вот задел, запал, конечно, сотворили наши инженеры-конструкторы, и, конечно же, лётчики-испытатели. И первый человек в космосе – Юрий Алексеевич Гагарин. Первая женщина в космосе – это Валентина Владимировна Терешкова. Это история, история мировой космонавтики. И самое главное, что наш город к этому имеет непосредственное отношение. Рядом с техникумом – Гагаринская аллея. Её заложили в 1971 году. В разные времена почётные гости и известные личности сажали ели в память о первом космонавте. В этом году здесь появился кедр. Дерево выбрано не случайно. Олицетворяет позывной Гагарина в космосе. Это кедр. И это первое дерево от фасадного входа в наше здание. У нас есть направление подготовки, ландшафтный дизайн. Ребята приходят, занимаются обрезкой, подкормкой, всячески ухаживают. Ещё одна традиция – в День космонавтики – торжественное посвящение в Гагаринцы. Каждый год 12 лучших студентов техникума получают заветные удостоверения и значки. Я очень горжусь этим, что у меня есть возможность учиться в таком техникуме. Гордость не только за возможность, но и за свою страну, что я могу учиться в том же учебном заведении, где и учился такой великий человек. Торжественное мероприятие прошло в музее техникума имени Гагарина, который хранит ценные экспонаты, связанные с легендарным космонавтом. Хотя сами стены, где учился знаменитый первопроходец, уже можно считать исторической реликвией. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберчане проверили свои знания на космическом диктанте. Его посвятили Дню космонавтики и 60-летию полета Валентины Терешковой, который она совершила 16 июня 1963 года. Диктант состоял из вопросов, охватывающих разные сферы отечественной космонавтики. От биографии покорителей космоса до исследования планет. Тему продолжит Богдан Колесников. Участникам предстояло блеснуть знаниями истории космонавтики и написать эссе на тему «Для чего человек стремится в космос?» На выполнение заданий 45 минут. «Ничего трудного не было, но интересно было писать творческое задание. О том, что человек хочет в космос полететь, потому что хочет стремиться к знаниям. Узнать, что неизведанное, найти расу разумную, узнать физику космоса, узнать, есть ли планета, на которой можно будет переселиться». Свои знания мог проявить каждый. Наряду с люберецкими школьниками к диктанту присоединились депутаты. Владимир Ружицкий быстрее коллег выполнил все задания. «Я бы не знал, что они сложные, но они требуют, конечно, каких-то знаний. Учитывая то, что я все время закончил советскую школу, и для советских школьников моего возраста космос – это нечто. Многие мечтали стать космонавтом, все интересовались космонавтикой. Вопросы интересные, они расширили кругозор, над этим надо задуматься. На некоторые вопросы я ответил, потому что не знаю, насколько точно я их себе там пометил». В округе «Космический диктант» проводят третий год. Количество участников увеличилось до 500. «Результаты с каждым годом все лучше и лучше, потому что участники втягиваются, участники начинают изучать. Уже стало сложновато придумывать вопросы. То есть, если мы вначале начинали с самых простых, элементарных, то теперь нам приходится что-то изобретать, усложнять, потому что уровень участников растет». Имена победителей назовут 14 апреля в Центральной библиотеке имени Есенина. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберецкие единороссы совместно с активистами «Молодой гвардии» организовали экскурсию для детей, мобилизованных военнослужащих. В День авиации и космонавтики ее провели в единственном в России предприятии, производящем индивидуальные системы жизнеобеспечения летчиков и космонавтов. Сотрудники научно-производственного предприятия «Звезда», которые находятся в Томилине, часто проводят экскурсии для школьников. На этот раз двери музея открыли для детей из семей мобилизованных люберчан. «Я узнал, что именно в этом скафандре 62 года назад летал Юрий Алексеевич Гагарин. Мне тут сильно понравилось. Я еще бы хотел побывать здесь». Все экспонаты – подлинные. Катапультные тележки со скафандрами для белки и стрелки, защитные шлемы, надувные трапы, катапультные кресла и системы пожаротушения. Скафандры и высококомпенсирующие костюмы – от самых ранних модификаций до новинок. Изделия разработаны и изготовлены здесь, на «Звезде». «Ребятам интересно было бы посмотреть, как это все зарождалось. Известно, что этот завод – один из первых заводов, который готовил. Мы сейчас рассказали про то, что готовили катапультные кресла. Для ребят было бы интересно это услышать, понимать, какая у нас история, и какие мы прорывные шаги делали в космонавтике». Тематические экскурсии для детей и подростков будут проводить регулярно. Воспитанники дошкольного отделения кадетской школы не оставили без внимания День космонавтики. Для создания праздничной атмосферы провели выставку детского творчества и концерт. Подробнее смотрите в сюжете. В театрализованном представлении участвовали и малыши, и взрослые. Красочный парад планет, зажигательный танец звездочек и инопланетян. В зале много гостей. Дошкалята и их родители, воспитатели, депутаты. «Мне доставляет огромное удовольствие наблюдать вот это действие. По сути, здесь все космонавты собрались. Мы тут земляне, наблюдаем за космонавтами. Вы замечательные все ребята. Я, ребята, всех вас поздравляю. Взрослые, они понимают, что это за праздник, но они не понимают, что такое быть космонавтом. А вы же понимаете, что такое быть космонавтом? Воспитанникам детского сада 4-5 лет. Но они уже многое знают о космосе, космонавтах и истории праздника, который отмечается 12 апреля. Это честь, когда полетел Юн Гагарин. Он полетел на ракете «Восток». Я знаю, что в этом году будет 60 лет, как Валентиня Терешкова полетела в космос. Космическая тематика в саду присутствует во всем. От названий групп и самого детского сада до оформления рекреационных зон. Иллюминаторы космических кораблей, карты Солнечной системы, портреты покорителей космоса. Тема «Космос» является предметной средой для развития детей. Для того, чтобы наши детки были мыслящими, мы развиваем у них интеллектуальные операции на предметной основе. На наших занятиях по исследовательской деятельности мы проводим очень много экспериментов. Эксперименты со льдом, эксперименты с водой, эксперименты с невесомостью. Поэтому можно сказать, что буквально с двух лет мы занимаемся профориентацией деток. Свои фантазии ребята воплощают в поделках. На выставке, посвященной Дню космонавтики, представлено более 750 работ детей со всего округа. Это рисунки, поделки из бумаги, пластилина и других материалов. В число лучших вошли 35 из них. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Житель городского округа Люберцы, художник, член Союза писателей России Виктор Марков выпустил в свет свою новую книгу. «Облака над лугом» – шестой по счету сборник стихов талантливого поэта. На презентации издания работали мои коллеги. «Что происходит? Не понимаю. Чувствую осень. Воспринимаю золото листьев и холод души. Блеклые травы и русые косы. Вижу простой деревецкий груши». На презентацию новой книги Виктор Марков пригласил самых преданных и близких людей. Это коллеги, друзья и просто единомышленники, которые ценят его творчество. И само мероприятие проходит уже в родной библиотеке имени Есенина. Здесь автор презентует все свои издания. «В этом сборнике, в этой книге собраны мною самые лучшие половины. Всего у меня опубликовано где-то 500 стихов. В этой книге 250 я отобрал самые лучшие для избранного и поместил в свой, как можно, если так выразиться, итоговый сборник в литературной творческой работе, в поэзии». В этом сборнике избранных стихов произведения, написанные за последние 20 лет. Основная тематика – любовь к малой родине, подмосковью и городскому округу Люберцы. Стоит отметить, что большую часть своей живописи Виктор Марков также посвящает родным краям. «Я стараюсь в живопись поэтизирование внести. И практически каждый мой живописный пейзаж, даже графический, если внимательно посмотреть, кто хорошо понимает, чувствует, там присутствует обязательно поэзия». Луиза Егия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. «Королевский квест» приглашает люберчан окунуться в таинственный мир загадок и приключений. Игры не имеют возрастных ограничений, поэтому каждый найдет себе развлечение по душе. В атмосферу квеста погрузилась и наша съемочная группа. У каждой квест игры свой жанр. Ужастики с пугающими призраками, детектив со множеством загадок или классическое театрализованное представление. Окунуться в атмосферу и оказать определенное психологическое воздействие выбранного квеста помогают интерьер игрового пространства и леденящие душу спецэффекты. «Это очень круто, очень прикольно, да, но страшненько». Во время игрового процесса ребята разгадывают головоломки, применяют смекалку, ищут подсказки и ключи. Длительность каждой игры не менее часа. У сына был день рождения, ему было 11 лет. И несмотря на то, что мы с года в год сюда приходим, то есть программу подобрали так, чтобы было все как будто в первый раз. То есть настолько интересно. С семьей приходили, кстати, в том году, на 23 февраля, я не знала, что мужчину своим подарить. И подарила им квест, мы пришли, проходили подземелье чародеи, то есть все были в восторге. «Тут очень классные день рождения проводить». Здесь большой выбор развлекательных программ для детей и взрослых. Пять тематических квестов, лазер-так, дискотека, игры, в том числе «Мафия» и «Форт Боярд». Хорошее настроение обеспечено, а профессиональные актеры сделают праздник незабываемым. Выпускные у нас проходят просто на ура. Причем выпускные не только 4 класса детского сада, но и 9-й и 11-й класс. Шикарная программа с дисколофтом, с караоке, с дискотекой, ведущим и экшн-эффектами. Дети любят эмоции, а мы любим эмоции детей. «Королевский квест» работает в Люберцах пять с половиной лет. Здесь провели более пяти тысяч квестов и детских праздников. Компания продолжает расширяться и уже осенью откроет новое игровое пространство в Некрасовке. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Более двухсот тэквондистов со всей страны приехали в Люберцы, чтобы побороться за звание лучшего. В течение четырех дней во Дворце спорта «Триумф» проходили всероссийские соревнования среди студентов. За зрелищными схватками наблюдали мои коллеги. На одной площадке встретились спортсмены из 55 регионов Российской Федерации. Юноши и девушки представляют более 70 вузов страны. Эти студенты обучаются разным профессиям, но у них один общий интерес. И это тэквондо. Я являюсь победителем всероссийских и международных турниров. Я заняла шестое место на чемпионате России по тэквондо среди взрослых. А призерка международных турниров. Тэквондо – зрелищный вид спорта. В нем нужно думать. Там нужна не только спортивная подготовка, но и работа головой. Соревнования проходят по двум дисциплинам. Геругей Пхомсе. В каждой весовой категории выступает более 20 спортсменов. Победа в чемпионате важна для каждого из них. Это отборочный этап международного фестиваля университетского спорта, где примут участие команды из стран БРИКС, Шоссе и СНГ. Будет очень большой и крупный фестиваль для всех олимпийских видов спорта. 14 видов спорта будут представлены. И очень много зарубежных гостей, которые приедут на этот турнир. Те кандидаты, которые сегодня там займут первые и вторые места, они будут, у них будет потенциальная возможность победить на этой университете. От Люберец принимают участие две спортсменки. Значит, одна из них представляет Российский государственный университет физической культуры и спорта «РГУВК». Вторая представляет университет управления ТИСБИ, татарский институт. В городском округе Люберца олимпийским тэквондо занимаются более 500 детей. Тренировки проходят на базе образовательных учреждений. В этом году открыли специальную секцию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ее уже посещают в 30 человек. Луиза и Геозаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова